Мы не хотим, мы не давали своего согласия на прорубку. У нас есть все документы. Красивое место – улица Пушкина, 24. Еще совсем недавно за этими забитыми окнами была обычная квартира в 70 с лишним квадратных метров. Сегодня жители в недоумении. Что же будет на месте жилой квартиры? То ли кафе, то ли какое-либо заведение, а может быть объект торговли. Сегодня наша съемочная группа попыталась разобраться, чего же хотят жители и какие у них есть права на собственный дом. Без малого года жители пребывают в неведении. В квартире номер 9 за это время сменились несколько собственников. И каждый из новых владельцев предпринимал попытки перевести квадратные метры в доходные предприятия, из окон которого видны красивый Пушкинский сквер и новая улица. Не дождавшись согласия жильцов, последние владельцы пустили в ход отбойные молотки. Жильцы вышли на защиту своего дома. Присходящее они снимали на смартфон. Вот эти кирпичи были на улице. Они сейчас все перебросали сюда, когда поняли, что вызывается наряд Меликова. Светлана Левина с рождения живет в квартире, расположенной в соседнем подъезде. И теперь сомневается в безопасности дома, который построен в 1958 году. Помнит, что в квартире номер 9 жила семья Паженцевых. Квартира была довольно-таки хорошая. Они ее получили отдельно, так как семья была многодетная. Жалко наблюдать то, что без нашего разрешения было вот это вот все прорублено, вот это все здесь. Ну это они закидали назад кирпичи. А так вот вчера в течение четырех часов был вот это. Так ведь грохот стоял. Ну да, жители, конечно, жаловались, бежали, вызывали полицию. Межведомственная комиссия администрации округа, которая принимает решение о переводе жилого помещения в нежилое, свое согласие на перепланировку не давала и не могла это сделать. Каждый собственник написал письменный отказ на то, чтобы в их доме появились нежилые квадратные метры. В управляющей компании тоже они видели документов, подтверждающих законность перепланировки. Проект нам не представлялся по этому дому. Прежде чем приступить к таким работам, должны были согласовать с администрацией города, с управляющей компанией. Выдадим предписание, кто вот это производит. Прекратить работу. Люди не знают, что задумали новые хозяева. Квартира одной стеной примыкает к детской библиотеке. Татьяна Зайчкина, которая много лет заведовала этой библиотекой, разделяет жителями опасения. Это очень опасная ситуация. Вы посмотрите, все детские учреждения у нас имеют отдельные помещения. И ни в одной соседней квартире не устраивают нежилое помещение, которое сегодня может быть аптекой, а завтра дискотекой. Тревожное обращение жителей рассмотрели в комиссии по строительству Совета депутатов округа и предложили проверить юридическую чистоту сделки. Мы поняли, что нужно включаться в ситуацию, в рабочую группу, не только по Курске-24. В принципе, во всем городском округе нам нужно выработать это направление, потому что по документам видим старые разрешения, старые закрытые разрешения и так далее. То есть документ оборот, который нужно брать на контроль. Сейчас будем разбираться, будем узнавать, кто старый собственник, кто новый приобретал. Потому что получается поговорить только с юристами, с представителями. Не оставила без внимания ситуацию и администрация. Глава округа Сергей Горелов в соцсети сообщил, что собственник приостановил работы. Кроме фамилий нынешних владельцев, Голубкина счастливая, соседи не знают о них ничего. Новые собственники с жильцами пока на контакт не вышли. В агентстве, где проводилась купля-продажа квартиры, нам отказались предоставить контакты. Жители готовят собрание, чтобы решить, что дальше делать с помещением, которое без согласия соседей стало непригодным для проживания. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.